Почти полсотни пассажиров застряли в Мотыгинском районе. Рейсовый автобус до Раздоли загрузился еще во вторник утром. Маршрут длинный через 10 поселков, затем экстремальная дорога по ледяной Ангаре. Но уже на переправе людям объявили. Катера сломана и дальше никто не едет. Ночевать растерянных пассажиров увезли в спортзал местной школы. Они заранее знали, что уже есть проблемы в плане транспортировки людей через Ангару. Когда мы приехали примерно в 3 часа дня на берег Ангары переправиться, То есть там уже был коллапс. У них одно судно, один катер стоял поломанный, второй пытался возить людей. Конечно, удручали условия, в которых нам пришлось ночевать. Не было элементарных вещей, даже кровати не было. Некоторые люди спали просто на холодном полу. Через ледяной Ангару до Мотыгина людей возят катера на воздушной подушке. Оба оказались сломаны, причем один вышел из строя во время переправы. На борту было 8 пассажиров. По едва застывшей реке судно протащило 10 километров. Из-за ледохода подобраться к дрейфующему судну не было возможности. Для спасения людей была привлечена аэролодка. На месте работала оперативная группа Мотыгинского пожарно-спасательного гарнизона в составе трех человек и одной единицы техники. Находящиеся на борту люди не пострадали и спасены. Починить катера удалось только к этому утру. К обеду на переправу все тем же рейсовым автобусом привезли и застрявших пассажиров. За эту суточную задержку люди винят перевозчика. Но тот говорит, все стали заложниками ситуации. Уставшие и рассерженные люди уже перебрались на ту сторону реки. Но все же намерены подавать в суд на перевозчика. Анастасия Тилия, Павел Патерицын, Енисей. Новости.